Итак, дорогие друзья, у нас в студии Полина Шувалова, которая только что выиграла свою партию у Нано Цапнидзе. Ну что ж, Полин, поздравляем тебя. Спасибо. Я предлагаю эту партию посмотреть. Она была, мне кажется, очень интересная. Если можешь, покажи ее, скажи, какие тут самые интересные моменты были. Ну да, партия в целом протекала нормально для меня в таком спокойном ключе. И, как мне казалось, я постоянно поддавливала. Конь Д7. Ну это такой вариант есть. Тоже на белый хотят получить зажим, рожки, как-то играть. Тут Нано продумала достаточно долго и сделала интересный ход слон Ж4. Конь С3, слон Ф3, ЖФ. Ну и тут позиция уже стала очень нестандартной для этих вариантов вообще. Нам казалось, что черные тут в развитии несколько отстают. Правда, идея Б5, да? Ну вот ладят С8, 3, 0. Здесь получается, что она... Ну она может, конечно, например, забрать пешку на С4, но тогда черные действительно очень отстали в развитии, и можно там вплоть до какого-то такого хода я смотрела. И потом ладят С1, ну... Мы такое смотрели, считали, что так лучше не играть черными. Ну да, мне кажется, такое вообще нельзя играть, поэтому я думаю, конь Е7, да, можно было на предыдущем ходу так пойти, можно сейчас. Ну и вот этот эншпиль, который получился, в принципе, довольно форсированно. Здесь конь Б8, интересный ход. Да, Б3, конь Д7. Ну идея в том, что если мы как-то так отойдем, то черные Б5 пойдут. Тоже ничего страшного, но как бы ход слона 5 тут... А здесь Б5 хода не было нигде у черных? Вот прям здесь, может, тоже. Ну, Б5 я могу, наверное, взять, А, Б и как-то тут куда-то уйти королем, может, здесь на Б1 даже, и потом на Б5 пешка будет слабая довольно. Угу. Мне казалось, что здесь какой-то ход Д5 интересный. С идеей Д5, Е, Д, Б6 у него был. А попробовать слона поймать? Да, получается, мне нужно бить ДЕ, ФЕ и, видимо, отдавать качество ладья Д7, король Д7, слон Б6. У меня две пешки, но какая-то тут, как бы, компенсация. Ну... Ну, F4, F2, да, двойные какие-то пешки. Ну, да. Ну, они, конечно, не проиграются, я могу всегда пойти слон Е3, конь Е2, могу как-то проводить эти пешки, двигать, но, по крайней мере, это была такая возможность. Она... Ж6 я немножко не поняла смысла хода, мне казалось, за черных как-то А6 и Ж5 было логично двигать, по крайней мере. А, Ж6. Здесь я комфортно развилась уже, сделала все ходы, которые я хочу. Здесь она уже в Б5 хотела пойти, поэтому А5 это ход направлен на то, чтобы не дать Б5, потому что ладья там с А5 условно, если бы я пошла Ф3, то Б5. Если СБ, АБ, А5, то конь Б8 и конь на А6 приходит. А если АБ, АБ... Ну, и, получается, взять нельзя из-за ладья А5. Да, из-за ладья Б5. Поэтому я пошла А5, и мне в этот момент казалось, что моя позиция очень такая хорошая. Ну, нам тоже так казалось, все зафиксировано как-то тут у черных. То есть на Ж5 я пойду Ф5, поэтому, видимо, поэтому нано пошла конь Ф6, как раз чтобы на ладья Е2 пойти Ж5. И теперь, чтобы там на Ф5 уже иметь идею Ж4. Угу. Но здесь получилось, что я пошла Е5, и уже немножко, да, вот этот вариант форсированный. И ладья Д4... А здесь уже Ж4 не было за черных ходов? Ну, вот Ж4, вроде АЖ могу пойти. Ладья Е5 не... Нет, из-за ладья Д7. А, все очень просто. Потому что мы считали Сергеем ладья Ж4, и там как-то вроде срастается все, да. Да, действительно, просто АЖ, ладья Ж5, и пешка АЖ4, наверное, не страшно, да. Ну да, то есть как бы здесь тоже я не могу как-то конь Е4 пойти из-за ладья Е5, F4, видимо, тоже из-за ладья Ж4. Ну, какой-нибудь ход типа F3, допустим, на конь Е5, F4, возможно. Ну там же тоже какие-то будут, может быть. Ну, конь F3, ладья Е4. Ушли там, так, 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 там или так. Ну да, так, наверное, еще конкретнее получается, да. Поэтому, ну, здесь, видимо, ладья Ж6 такой немножко, наверное, ладья Ж8 нужно было пойти сразу. Ну, я думала, что она все равно как-то F6 захочет играть. Е, конь F6. Но здесь я могу ладья Е5, могу F4 пойти. Поэтому... А не было идеи вместо хода B4 вообще сыграть ладья Ж4 там и на пешку уже окончательно избавиться от идеи хода Ж4 там и всех этих подрывов? Мне казалось, она не хочет Ж4 пока нигде. То есть, ну, при желании я могла пойти, скажем, F3 здесь сейчас с ладья. Ладья на Ж4, то это конкретная идея пешку съесть еще ко всему прочему? Она может пойти ладья Ж6, и потом, когда она будет ходить F5, Е и конь F6, это будет с темпом. Ну да, да, ладья под темп может попасть. Угу. Хорошо. Поэтому как-то... Ну, я думала, что B4, C5 пойти выгодно. Да, B4, C5 выглядит, конечно, абсолютно зажимающе. Здесь вот я не уверена насчет своего решения, король B3, не знаю, может... Ну, вот здесь может быть ладья Ж4. Ладья Ж4, у нее ладья H5 есть. То есть, на ладья Ж4 она не может ладья Ж8 из-за F4 играть. Да, да, да. Вот, на ней есть ладья H5. И там конь Е4, конь Е... Ну, какие-то такие тоже есть, типа так, так, взяли, взяли конь Ж5. Ну, не хочется... Нет, не хочется выпускать коня вообще на Е5, конечно. То есть, хочется эту пешку забрать на Ж5 бесплатно, не отдавая на Е5. Хочется, да. Ну, не знаю, в общем, здесь как-то, может, можно было... Король B3, мне казалось, я защищаю, но вот конь B8, и здесь как-то оказалось, что не все так ясно. Сюда, конь С6, ладья Д6, и Ж4 классный ход. А, вот мы как раз здесь смотрели, я вспомнила. Вот именно вот здесь вместо ладья Д6 мы смотрели, наверное, на ладья Ж4 как раз. А там конь стоит уже... Ну, то есть, ну, здесь ладья Ж4, тоже там ладья H5. Да, и вторая ладья там идет на Е4, ну, как-то заблокировать все, и потом уже... Я думала, ну, конь С6 и как-то ладья Д7 потом. Я просто не очень поняла, что дальше делать здесь. То есть, как-то линию я отдаю, получается, конь на С3 какой-то без игры. Вот это мне не очень нравилось. Ну, то есть, тебя игра с Ж4 нигде не смущала, ну, и у тебя получилось в итоге. Ну, мне казалось, что в какой-то момент она, что она здесь играла, ну, здорово уже защищала. Ну, да, на АЖ тут конь Е5, ход и как-то черные развязываются. Поэтому конь Ф6, мне казалось, это интересная идея. Тут, ну, идея в том, что на конь Е5, конь Д5, ЕД, ладья Е5, король Ф8. Ну, и здесь там всякие ладейники, они как минимум не хуже для меня. Там, я думаю, можно АЖ, можно дать шах. И потом забрать, да? Да, в каком-то, ну, там, я не знаю, самый какой-то банальный способ. Так, так, и там, так, так, так. Угу. Вот, не знаю, ну, какая-то пешка лишняя. Ну, ЖАЖ мне казалось правильно, ну, Ж3 и Ф4, вот какая-то такая позиция. Тоже, наверное, хорошая. А ЖАЖ мне казалось это правильно, но здесь я от нее ожидала ход H2. Ну, и ладья H2, H3. Активизировать ладью на H4, да, идея? Угу. И тут, если честно, я не видела конкретно, как я дальше буду продолжать. То есть здесь бы пришлось подумать. То есть как-то ладья D2, ладья H4, ладья F2, ладья C8. Там же еще за шахом надо где-то следить, да, с конем. Да. Если ладья уйдет, то конь D4 где-то появляется. Ой. Ладья H4, да. Ладья H4, да. Ладья H4. В ладья F3 нельзя ходить. Ну, да, как-то. Вот так ладья F4. Так. Правда, там можно попробовать мат пойти поставить, но не получается. Да, там конь Е5. Да, не так просто. Как-то так. Кроль F8. Если, да, вот не так-то просто здесь. Ну, здесь, да, наверное. Наверное, не нужно было бы идти на этот вариант. То есть, да, H2 был интересный ход. Там может как-то так-так. F5, не F5, конь Е5. F5, конь Е5, да. Вот именно поэтому мы и смотрели везде этот ход у ладья G4, потому что казалось, что вот эта игра G4 все-таки дает черным хотя бы какую-то игру. А может как-то, может как-то так я успею так пойти, ладья? C8, король. Какой-то конь Е4, конь G5 может спробовать так играть. Ну, конечно, есть игра у белых, но какие-то идеи у черных тоже появляются. Ну, да, поэтому мне казалось, что где-то я, может, неправильно сыграла чуть раньше. Ну, а дальше как-то у тебя все очень здорово срослось. Ну, да, как-то жертва фигуры не выглядит такой прям правильной. Здесь я думала и ходе ладья G7, может какой-то ладья H3 был ход, ладья B5, король A3. Ну, мы боялись, что тут будет вечный шаг какой-нибудь. Ну, я не знаю. А, ну, кстати, ну да, у меня же проблема, что мне ладья B3 как бы сложно играть из-за того, что... H3 там начинает, да. Опасно, уже становится опасно здесь, да. Когда пешка H при коне, это всегда опасно, особенно когда их 2. Вот, поэтому ладья B7 и, ну... Да, и вот этот ход ладья B2, конечно, нашелся очень важный. Мне показалось, она интересно защищалась. И вот эта позиция, она, как ни странно, не такая простая. То есть тут условно конь H7, король G7, конь G5, ну, просто самый банальный способ. И, ну, все, король F5 идет, и это неправильно. Поэтому я какой-то ладья D2 тут нашла ресурс. Вот, здесь мы доиграли, но... Да, интересно, ты обошла эту пешку, да, с H2 на H8 перевела ладью. Не банальный такой перевод, конечно. Мне казалось, что она должна была играть так, так и ладья F3. И на конь D7, ну, ладья F4, там, я ладья H3 бью, но мне казалось, какие-то шахи. Шах, шах, сюда, я не могу идти на четвертый за ладья F4, потому что... Пешка проскакивает, да. Да, мне нужно было как-то так играть. И здесь вот ладья A2, на H3 я опять не могу брать. Может, король B3, кстати, здесь какой-то такой ход. Ну, может, да, кстати, король B3 и... Примерно тоже получается, что в партии. В общем... Да, то есть пешка, конечно, до H2 может дойти же, да, у черных, но... Ну, да, но не факт, что это им даст какие-то преимущества. Ну, и знаешь, какая есть идея при пешке на H2? Если король идет на третий ряд, то где-то есть ход ладья F3. Ну, понимаешь, да, вот о чем... При короле на третьем ряду есть ход H2, может быть, где-то там в конце варианта. И ладья F3 с идеей... Это где? Это здесь? Ну, где-то, да, вот здесь, при ладья F2, вот в конце, да. Допустим, если там... Ой, что он перескакивает? Если король идет на третий ряд, да, идея где-то... А, да, нет, не ладья A2, я думала, да, ладья F3, король D2 и ладья A3. Такая идея. Да, с идеей сыграть H2 и там где-то вот... Да, да, вот это, кстати, вот это интересно. И король E2, на H2, я хочу король F2 пойти. Так, так. Ну, все равно кажется, что... Ну, здесь невероятная пешка на E5, конечно, потому что, допустим, если сбить на A5, сбить на F4, то это вот получается примерно то, что у вас и получилось. Ну, только у меня король F2 стоит. Ну, это... И она ладья D5 пойдет и может где-то там сыграть. Да, 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 тут появляются какие-то... Как-то так. Ну, конь F6, правда, с темпом. Конь F6, ладья D2. А, ладья D2 и разменяли. Вот видишь, да, здесь не все так просто. Ну, у тебя получилось здорово. Мне тоже казалось, что реализовать будет не так просто здесь, хотя понятно, что конь лишний. Особенно это стало страшно после того, как вот Валя Гудина не реализовала лишнюю фигуру сегодня. Не знаю, видела, ты не видела? Она не выиграла? Она не выиграла. Мне казалось, там вообще... Там этюдное спасение, ну как этюдное, то есть был выигрыш одним ходом, но в итоге проблема в том, что возникает такая позиция, в которой черные могут нападать на пешку и белые должны идти ладья конь против ладьи. Но Валя в итоге допустила повторение ходов и ничья. И после этого нам стало вдвойне страшно за твою позицию. Ну, в смысле не страшно, но как-то вот... Ну, да, мне казалось, что там прям очевидно выиграно, но, может, не знаю, на первый взгляд так. Ну, здесь просто... Вот ладья А4, это уже все, ну, безнадежно. Она короля моего пускает, и эту расстановку я получаю. Когда король Ф5 у нее был, мне казалось, какой-то последний шанс с идеей... Ну, на ладья А4 уже ладья А4, король Ф5 и ладья Ф4. Да, наверное, так. Я думала, как-то конь Д7 пойти. Ладья Д5, конь Б6, ладья Б5. Да, что такое, я смотрела. Какие-то повторения ходов, получается, да, ладья Д5? Как бы нам их обойти. Да. А, ну, я могу, как бы, пойти... Где у нас туалет? Я могу на ладья Б6, на ладья Б5 пойти конь С8 с идеей... А, нет. Там же на Е5 висит еще. Да. 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 Черные спасаются. Да, король Ф5, так, конь Д7, ладья Д5. Может, ладья А7 начать вот так? Так. И на король Ф4. Король Ф4, конь Д7. Да, вот получила то, что хотела, потому что ладья Ф7. На ладья Д5, ладья Ф7 теперь есть ход. А если как-то ладья А4, король Ф5. Ну, вот здесь она может так пойти, да. Ну, наверное, это все равно выиграно, вот эта позиция, как у нас в партии, только я, ну, пока что не съела пешку, но, не знаю, все равно, может, так могу пойти. Не знаю, или короля на Е7. Ну, да, вот мы как раз смотрели с Сергеем похожие позиции. Ну, король Ф5 было поупорнее. Ну, конечно, да, оставили больше проблем. Вот, а здесь уже, ну, все. Конь Д7. Ну, здесь я еще, да, я пошла король Д6. Да, я считала, что этот Эншпель все-таки выигран с лишних одеих. Ладья против, да. Но можно было сыграть побезопаснее, как-то так. Ладья Д1, там король С6 или ладья Д6. Ну, то есть, примерно то же самое, но уж ладья Д6 вряд ли она может мне помешать. Пройти к королем, к пешкам, да? Ну, и к пешке Ф7. Ну, да, и потом просто ладья С6, король С7. То же самое. Ну, я думаю, здесь тоже выиграно. Взяли. Да, ну, здесь мы смотрели за тебя, уход ладья опять с идеей отбросить короля и потом подойти. Ну, у тебя все тоже получилось, ход в ход. Наверное, тут не один путь к победе. Я просто посчитаю, как мне казалось, самый такой надежный. Я обхожу королем. Ну, и этот вариант я посчитала. И, в общем-то, что... Да, ну, судя по тому, как ты быстро играла, здесь наверняка считала все здорово. Ну, что ж, прекрасная партия. Полина, какой из матчей был самым пока трудным из тех, которые ты играла? Вчерашний, ну, в смысле, предыдущий. Ну, предыдущий, да, точно. Ну, потому что там был тайбрейк и вообще были партии... Ну, матч был очень непростой для меня, конечно. Такой, как качели был. Поэтому эта партия, она по качеству, мне кажется, чуть лучше, чем мои предыдущие. Как ты провела выходной? Вчерашний? Ну, получается, да. Ага. Да, вчера у меня был выходной, к счастью. Ну, я отдыхала в основном просто. Ну, мы погуляли, в теннис поиграли. И потом готовилась, отдыхала и как-то восстанавливалась после предыдущих событий. В теннис ты давно играешь? И как сильно? Насколько? Ну, не, не так сильно, как там известные шахматистки у нас. Но мне нравится. Просто я в настольный теннис очень люблю играть. И лучше у меня получается в настольный теннис. Но в последнее время я и большой тоже попробовала. И он по динамике, конечно, гораздо, ну как, не тоже гораздо интереснее, но это немножко другое. То есть там нужно бегать, там нужно силу тоже иметь. То есть у тебя и мышцы работают в матче, а в настольном теннисе он больше как-то на реакцию. А есть у тебя кумиры, может быть, в том и в том и в настольном и в большом теннисе? Или ты просто чисто игрок? Я скорее игрок, да. Я знаю только некоторых теннисистов. Наших знаю, Медведева и, кажется, еще такого с кудряшками. Я не помню как. Ну… Зверева, может быть, кого там? Медведев, Зверев, кто у нас там сейчас играет в основном из наших? Ну, кто-то, не помню точно его фамилии, но такой тоже хороший игрок. Вот, ну, когда они играют, то, конечно, болею за них. Ну, так. Карасов, там кто у нас еще сейчас лидирует из… А, Рублев. Рублев. Рублев, да, да, да. Видимо, ты его имеешь в виду. Да, да. А за мужским турниром успеваешь следить? Просматриваю. Смотрю, что Магнус все еще в деле. Ну, и за остальными тоже, кстати, классно, что многие молодые прошли дальше и выбили грандов. А как ты считаешь, почему у мужчин много грандов уехало домой, а у женщин, ну, в принципе, практически все остались из известных таких топовых? Шахматистов. Даже не знаю, сложный вопрос. Ну, одна из версий – это то, что за время пандемии ребята как-то больше развили свой класс, но мне кажется, что все занимались. Но у женщин, мне кажется, в принципе, по сравнению с мужчинами как-то реже меняется состав просто сборной. То есть меньше ротации получается какая-то. Да. Ну что ж, это была Полина Шувалова. Завтра ответные партии. Мы желаем тебе удачи. Спасибо, что к нам пришла. Спасибо. 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 Спасибо.